Молодые люди, запомните на всю жизнь абсолютно точный научный афоризм. Тот, кто пьет вино и пиво, тот наутро мочится собственными мозгами. Абсолютно точный научный афоризм. Много пива выпил, много мозгов в унитаз сольешь. Мало пива выпил, мало мозгов сольешь. Но сольешь в любом случае, потому как такова природа этого наркотического яда, алкоголя. Человеческий мозг состоит из 15 миллиардов нервных клеток нейронов. И каждую нервную клеточку нейрон, которая обозначается вот таким треугольником с точкой, в конечном счете питает кровью свой микрокапилляр. И вот когда к основанию микрокапилляра подходит алкогольная склейка эритроцитов, она его закупоривает, проходит 7-9 минут, и очередная мозговая клетка нейрон у человека безвозвратно навсегда погибает. После каждой так называемой умеренной выпивки у человека в голове появляется новое кладбище погибших нервных клеток нейронов. И когда врачи вскрывают любого так называемого умеренно пившего человека, попавшего под колеса автомобиля, вскрывают череп, у всех видят одинаковую картину – сморщенный мозг. Мозг меньше в объеме, и вся поверхность коры в микрорубцах, микроязвах, выпадах структур – это все участки мозга, разрушенные алкоголем. Когда же врачи вскрывают алкоголиков, погибших от алкогольных отравлений, они удивляются не тому, как разрушен мозг, они удивляются, как с таким мозгом человек мог продолжать жить. Таким образом, алкоголь – это самое мощное оружие, чтобы лишить человека разума. А если начнет пить какой-то народ, как наш народ загнали в эту пропасть пьянства, это значит лишить разума и весь народ. С единственной мыслью – кое-как до обеда лопатой доковыряться, а после обеда напиться и забыться. Что же происходит с этими убитыми клетками? Это клетки, человеческая ткань. Температура под черепом – 36 градусов. Эти убитые клетки начинают гнить и разлагаться. Вот эти гниющие клетки мозга и есть причина головной боли с похмелья у пьяницы. Но чтобы эти гниющие клетки не отравили мозг совсем, организм вынужден закачивать под череп огромное количество жидкости. Эта жидкость растворяет погибшие клетки и наутро через мочеполовую систему сливает их в городскую канализацию. Поэтому, молодые люди, запомните на всю жизнь абсолютно точный научный афоризм. Тот, кто пьет вино и пиво, тот наутро мочится собственными мозгами. Абсолютно точный научный афоризм. Много пива выпил – много мозгов в унитаз сольешь. Мало пива выпил – мало мозгов сольешь. Но сольешь в любом случае.